мы с вами друзья здравствуйте находимся на дороге которая ведет нас в сторону города саневэйл собственно мы в саневэйле наверное так но мы едем посмотреть на open house который по саневэйловским масштабом тоже очень масштабный светик скажи пару слов что там за масштабность такая ну там относительно новый дом построенный 11 лет назад 2004 года на лоте в 10 соток я даже себе представляю что это задумаешь не надо дам ты рассказывать значит там 5 бедромов 6 басрумов а 3750 скверфутов то есть басрумов даже больше чем я думаю что там один типа такой гостевой да и он стоит 2 798 то есть грубо говоря 2.8 млн постой постой а общая площадь дома общая площадь дома 3750 скверфутов то есть это там 350 квадратных метров группы из них 380 да нет я не хочу спорить над тем значит и так земли сколько 10 соток они дороговато будет на 10 сотках 3 почти 3 миллиона 2 800 дом построен 2004 году мало то что лот хороший еще и дом относительно много летний дом это еще новый дом еще новый дом я согласен ну что же нам тут осталось 08 мили а вообще свет в саневэйли чтобы дом стоил 2 и 8 это что-то необычное ведь правда это это просто построенный дом типа как мы строили в свое время только лошадь но цены здесь выросли за эти пару лет я понял то есть дело не в том что там что то такое а дело в том что за пару лет чуть ли чуть ли чуть ли не удвоились цены поэтому я хочу сказать что этот дом стоит таком месте где во все школы так себе не очень-то школы на сегодня действительно на них никто не смотрит я хочу сказать что сейчас так дорого стоит жилье что уже хорошая школа или плохая перестала иметь какой-то смысл потому что у людей есть деньги заплатить за частную то есть у них нет проблем поставить ребенка в частную школу и как бы их не так даже волнует что там за школа такая в этом месте хотя все равно люди любят хорошие школы я замечал так здесь налево дамы разворачиваемся или что ты знаешь то что тебе напомнить мы когда-то приценивались дома вот прям на этой улице наверно был соседний дом уже подбор мы заезжаем вот сюда вот вот сейчас вы видите друзья сейчас вы видите нет на самом деле он же говорит а ну да во двор а потом за подбор мы сейчас заедем прямо налево мы не будем разворачиваться на этой дороге это очень симпатно улица она упирается в парк ага да я помню мы здесь мы здесь ходили когда-то это было пару лет назад три года какое-то время назад не надо давай мы мы пойдем все-таки для ребят налево дамы сейчас я извиняюсь значит мы едем 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 а вот вот он да написано форме написано форме он там еще один да 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 и ер дал какой-то зал тим покажет на право мы пошли на право тоже у меня мой прибор показывает налево там еще какой-то ну вот там есть вон там есть open house я не знаю куда нас там 595 7 6 это на левой стороне то есть давайте может быть станем прямо вот тут где запаркуемся и пойдем смотреть на этот примечательный домишко вот эти елки друзья это уже парк это уже там три-четыре дома от парка и вот тут вот за этим кустом тот дом в который мы сейчас подойдем посмотреть что там внутри происходит я бы его немножко в другом ракурсе снял но мне солнце мешает она так вот не с той стороны светит с какой было бы удобно снимать ну вот тут я в тенек попал вот это вход в дом вот он тут такой камнем выложенный красивый дом я вышел во двор друзья и вот здесь показываю вам что есть один этаж подземный один этаж на котором мы тут вот сейчас находимся еще один там вышине то есть это то что света сейчас говорит значит переводится так что когда вы утверждаете проект на строительство дома то есть максимальная площадь которую вы можете построить на участке в 10 тысяч квадратных футов и это от города сильно зависит например в лос-алтесе это была треть участка скажем с они были где мы живем по моему это 45 процентов то есть на участке в 10 тысяч можете построить 4500 дом вот но если вы построите еще вот такой подземный этаж то он не входит площадь то есть как бы в лимит и не входят то есть можешь построить и если верхняя часть не нарушает лимит то ты в порядке здесь обратите внимание что здесь эти глубокий бассейн глубокий этим трамплин глубокий бассейн и я хочу сказать ребята вот там вот этот вот тракторок он значит там ползает и подбирает мусор очень удобно очень удобно да тут видеть как у нас прям целый садик этот качельки разного уровня разного детей одна вот это совсем маленький для средних и для больших обрати внимание доска чтобы залезать и вот этот заборчик который вы видите вокруг бассейна этот заборчик требуется для того чтобы домик застраховать вообще по закону все что опасно так называемый attractive nuisance то есть вот это что-то что может быть привлекательным для маленького ребенка может туда грохнуться вот этот заборчик это как бы требования страховых компаний и вот такой общий вид на этот домик с бэк-ярда вот он так расположен тут видите такой навесик под которым можно посидеть а там столик с грибочком раздвижным а там вот лампочка горелка такая газовая для обогрева если вдруг прохладно будет вот можно как горелочку включить вот собственно у меня нет ощущения что участок сильно большим я не вижу здесь 10 соток до участка остается мало тем более что и лайтвелл занимает бассейн не съедает очень если бы не было бассейна было бы ощущение большего пространства дом похож на на что у вас алтаз который когда цвета строила тем что там есть подземный этаж мы видим входную дверь и вот здесь разветвление одна лесенка пошла наверх она пошла вниз и мы пойдем вниз вот мы сейчас движемся по этой лесенке у нас такие ведь воспоминания о доме голосов с которым выстроили потому что мы здесь ходим первое что мы пришли тут туалетик вы видите я бы сказал что очень просторный честно сказать даже туалет и не нужно столько мест если потолок высокий но у нас тоже все внизу было просторно высоко этого как бы уже строишь кладильничек так эта машинка для вот эта машинка для того чтобы делать кукурузные хлопья так вот у них что ребята у них тут кинотеатр видите что творится то есть видимо не так много места сейчас мы посмотрим потому что full basement на площадь всего дома это очень дорогое удовольствие дело в том что бетонные работы здесь очень дорогие у нас я не знаю почему это так но очень дорого а вот эта лесенка наверх пошла видите откуда вы только что пришли ну и вот тут тоже это называется light well световой колодец вот там воду собирает в общем такое это не 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 сошел такое место там вы там не сядете кофейку пить там очень тесно вот и вот тут как на характеризм это офис а песочек из которого управляете кинозал где ну вот это все вот управление кинозалом вот он на стенке торчит ну не замысловатая хотя кабелей тут кабелей но у нас тоже было так стопа понимаешь выясните кабелей это сердце дома да то есть это даже не столько офис сколько аппаратная получается ну тем не менее то офис то есть можно вот убирать грейдбук ой ребята когда мы только приехали в америку к нам пристали какие-то люди и мы купили за 2000 долларов тогда это были большие деньги значит мы купили вот эти вот great box это всемирная литература можно так назвать там 60 томов и еще мы купили и вот это энциклопедия это британика да вот вот это же мы и купили только наша британика как-то по-другому выглядела она такая была тоже в кожаном переблете пахнет как через пару лет появились уже сидером и и вся эта британика уже было так в общем я узнаю этот набор ребята вот это когда-то стоило 2000 долларов хотя там было больше томов здесь только часть я могу сразу сказать понятно так мы с улицы заходим вот входная дверь заходим в дом и видим дом вот то что мы видим и вы видите и я вижу то что вы видите ну пошли смотреть вот эта лестница вниз мы там уже были вот это вот такая комнатка вот так вот тут хорошо пахнет очень хорошо пахнет какими-то ароматизирующими веществами картинки я думаю здесь стейджинг сделал очень милый кстати стейджинг очень все симпатично и вот деревянных рамах вот они вот это деревянные рамы так они выглядят это дорогие рамы в дорогих домах принято делать вот такие рамы они могут быть даже белыми но вот деревянные это признак да свет дорогих домов мы продолжаем движение по правому краю пожалуйста зеркальце туалет как красиво черный гранит здесь видимо пластик все-таки или фаянс не гранит паудр паудр пудрой посыпать носик так вот бедрум это бедрум очень милый просторный хороший потолок высокий тут 99 футов 10 ты думаешь я думаю так тоже тут туалет я легко проверяю сколько футов я рукой пытаюсь дотянуться там 8 8 я дотягиваюсь да еще от высоты двери зависит правильно здесь дверь невысокого дверь здесь сколько ну-ка из-за двери ощущение такое что не так высоко идем дальше так вот мы уже в основные такие хороба входим а в чем смысл вот этой фигницы но она открывается реально шкафчики я вот не чувствую чтобы они открывались а нет они действительно открываются тут посуда понятно это фактически у нас красивых люстры это фактически у нас дайвинг с улицы валиваешься в дайвинг красивые картинки тут у них встречи очень да очень мило очень мило вот мы заходим кухня туалетик если холодильник 4 сказал холодильник красиво красиво выйдешь какая мощность найти плита красавица потому что потом а там таки да туалет и стиральная сушильная все очень мило с излищественно так сказать просторно стул и вот это пентри видите тут горшочная там них даже вот вайнрек ну и под конец мы попадаем на второй этаж на верхний первый такой конечно очень ограниченный смысле квадратный метр так это пол у нас черри да святая или черри или махогоня так ну что же тут вот такое открытое пространство вот допустим вот так обычная должна быть красота здесь как-то очень близко к плевине только как она слишком близко да она слишком близко ну что такое вот бедрумчик бедрумчик судя по окраске детский или так молодежный да вот тоже видите как оборудована седалище таки там и спать с этим может вполне а тут уже окна ну-ка да да вот тоже деревянные но попроще конечно вышли мы наружу заходим вау ой это мастер бедрум какой красивый мастер бедрум еще камин тут горит газовый кстати вот это зеркало которое у меня за спиной да свет придает объема драма почему-то жарко да но это камин от камена посмотрите вон там зеркало и так такой объем создает ну что светик дай мне показать красивый гранит мрамор красивый а как ты знаешь она по цвету знаю хорошо вот такой бедовый туалет можно сказать так можно его назвать душ на несколько персон джакузька на 4 до 4 штуцера так сказать 1 2 3 4 до можно мыться хорошо там соседи пусть друзья жить можно жить можно вот джакузька вот у нас еще один бедрум еще один бедрум милый тоже со своим туалетом достаточно просторным и тут и душ есть не только туалет пожалуйста вот тут и туалет и душ там еще какое-то пространство это walk-in closet шкаф то что видите на полу это кедр кедр считается что отгоняет моль его часто используют на полу в шкафах и вот я с угла стою тут значит здесь туалет белый симпатичный все замечательно в импрессионистской живописи и вот такая детская явно комнатка посмотрите как все обустроено я так обойду со всех сторон в чем смысл вот этой я не знаю линии их вот верхней или до или и вот тоже здесь веселые такие подоконнике тоже хорошие для тех очень очень приятно пожалуйста улица соседи дом улица фонарь аптека все здесь площадь 3750 и цена 2700 до 800 а давно на рынке там не написано 12 дней то есть на самом деле только вышел могут это 2 народ очень много народа много это там для жизни для такой семьи нормальной где много деток где есть бабушки и дедушки гости и так далее именно такой непредставительский дом да где непонятно как там будешь жить потому что очень большое помещение как-то именно дом для жизни где все удобно много детей много шума хорошая семья красивые что ты скажешь про вот кинотеатр внизу прикольная фишка ты понимаешь как поскольку я это делала мне тоже была альтернатива нас тоже был кинотеатр в том смысле что у нас ну стационарный экран который можно было поднять а мамы вы практически не поднимались ли был опущен у нас еще даже сцена была потому что мы думали делать там какие-то детские какие-то активе тезда где тоже висел проектор и тоже все это управлялся компьютера но я бы просто я не люблю когда такая узкая функциональность вот у них стоит там кресло кинотеатра и фактически все это место использовать нельзя но если это семья где например трое детей там старше уже лет 14 15 подростки очень хочется чтобы они имели свое место где они могут проводить время и бейсмент самый лучший для этого места то что мне слышно закрыл двери они могут там себе тусить ну то есть они построили это специфически как кинотеатр и они так и используют у нас это было много много у нас там была кухня там можно было гостей делать банкеты то есть у нас гораздо больше было функционально да мы там дни большие партии делали да или презентации все что хочешь то у нас конечно она была более насыщенной это мы ее использовали очень мало ходили то потому что такие события не часто включить даже вот если сидишь на пересмотре телевизор вдвоем без гостей и думаешь хочу ли я пойти вниз и смотреть на большом экране все это можно было смотреть на большом экране ну и как-то нам было лень ходить туда в этот темный бейсмент и там смотреть а потом это может быть где детки может быть каждый день ходит ну не знаю я бы я была бы за то в особенности если много детей чтобы было много функционально функциональное использование этого места и она как бассейну относится там значит сегодня в калифорнии запрещено строить новые бассейны потому что нас не хватает воды бассейн требует ухода нашли эта вода испаряется а зимой следу сильные дожди нужно думать куда ее сливать то есть это постоянно главное больше что летом что зимой а нужно еще приходить раз недельку там приходят люди и хлорку там регулируют значит когда у тебя дети это правда на все эти дети купаются то наверное это ничего но представь себе что вот было жаркое лето а зимой не было дожди и совсем и конечно вода в этом бассейне высыхает ее нужно все время подливать а сегодня у нас за перерасход воды платят большие штрафы то есть нужно это иметь ввиду и понимать что бассейн сегодня это в общем-то расход воды это расход воды это не дешевое удовольствие но опять же если тебя растут дети и для тебя это важно сегодня у меня одно время очень хотелось жить в доме с бассейном а потому что но когда у тебя его нету то тебе хочется пожить и ты думаешь как это прикольно хранить купаться жизнь показывает что ходишь купаться часто первое время первые два месяца потом этот бассейн жужжит потому что раз в неделю раз каждый день в сутки он должен включать свой механизм очищения и фильтрации значит он жужжит там часа два а вот электроэнергию ходит человек который его чистит подсыпает всякие химикаты в него а купаться фактически вот у нас был бассейн с подогревом да но мы реально в нем купались 1 июня и уже до 31 июля уже в августе была более холодная вода ну света на самом деле она такая очень теплолюбивая там она чтобы бассейн пойти это нужно чтобы градусов 24-25 пассейн или хотя бы да потому что 18 конечно холодно еще купаться даже 20 тебе холодно но несут да хотелось бы на были дни тогда грубо говоря за год но если раз 10 12 обычно пользовались когда приходили гости то есть получается завод с 1 июня по 31 июля только выходных дней там будет 8 штук да немного получается что вот это все использование бассейна то есть я сегодня считаю что у нас вообще запрещено сейчас их рыть если у тебя есть уже как бы тебе никто не скажет закапывай но по-моему даже сити или даже штат дает тебе какой-то бонус если ты скажешь я хочу его закопать конечно будет гораздо больше участок и чисто зрительно он будет смотреться более просторным и многие хотят вот именно этого простора не что там поставил бассейн и перед носом был забор но так в целом дом хороший вполне рассчитаешь он как бы стоит своих денег он уйдет за эти деньги я не могу тебе этого сказать я могу сказать только что цены у нас тут сумасшедшие правда и выйдет сумасшедших ценах может быть все что угодно людям которым нужно жить у которых есть деньги они скажут такие давай покупать а там выходила семья сколько проб белых людей налог на собственность это если это 228 миллиона 30 тысяч год больше больше это больше это где-то тысяч тридцать две тридцать три где-то вот так вот таксом значит две с половиной тысячи в месяц там с лишним 2 600 месяц это когда у тебя все выплачено до свидания друзья